Всем здравствуйте, меня зовут Владимир Павловский, я представляю торговую нефть и газа и хочу вам представить тему взаимодействия высшей и средней школы при внедрении СПО в общеобразовательные учреждения. На конференции много обсуждался этот вопрос и я хочу сказать, что значительной проблемой в ходе организации у нас с вами является создание методических материалов для применения изученного материала на практике, который позволил бы закрепить полученные знания и сформировать необходимые требуемые образовательные программы компетенции и создать мотивацию получать новые знания. На примере лабораторного практикума технические средства информатизации практикум для СПО, это для среднего профессионального образования, был разработан на базе отечественного свободного программного обеспечения и прошедшие апробацию в Уральском радиотехническом колледже, это в Московском индустриальном колледже и в Губкинском университете. Данные разработанной практикум может быть использованы преподавателями и студентами профессиональных образовательных организаций для облегчения входа в профессию. Также практикум может быть использован при освоении дополнительных образовательных программ, для повышения кликации педагогических работников образовательных организаций, которые реализуют программы среднего профессионального образования из числа преподавателей и мастеров производственного обучения. Также лабораторный практикум у нас был разработан в целях повышения уровня умений и знаний в области профессиональной деятельности, в эксплуатации обслуживания серверного и сетевого оборудования, диагностики и мониторинга от работоспособности программно-технических средств, обеспечение целостности отрезервирования информации и функционной безопасности объектов сетевой инфраструктуры, эксплуатация и техническое обслуживание, сопровождение настройка компьютерной системы комплексов и обеспечение функционирования программно-аппаратных средств защиты информации в компьютерных системах и комплексах. Структура лабораторного практикума представляет собой комплект лабораторных работ, включающих описание задания, необходимое оборудование, приборы, материалы и программное обеспечение для выполнения задания и методику выполнения заданий. На примере одной из лабораторных работ — это отлогическая организация шестского диска. Мы показываем на примере, как это можно сделать с помощью операционной системы Windows и других приоритарных программ. И также показываем, как это можно было бы сделать с помощью свободного программного обеспечения. И в качестве этого мы выбрали этот дистрибутив, это Simply Linux. Мы его применяем как в режиме L5CD, так и в установленном варианте. Для каждого задания лабораторных работ у нас имеется пошаговая инструкция в выполнении элементов заданий. У нас есть пояснение выполняемых действий и объяснение последствий неправильных действий и приемов. Плюс еще у нас представлены скриншоты экрана, ссылки на электронные ресурсы и получение необходимой информации и инструкции для выполнения заданий. Вот, например, у нас в данной лабораторной работе мы показываем, как с помощью Windows диск-парта мы можем консольно разбить диск. И также у нас представлены скриншоты. Плюс у нас идет отрешифровка команд. Мы показываем, какая команда со что отвечает, плюс скриншот экрана, что должно быть после выполнения данной работы. Точно так же мы на Simply Linux показываем, как это можно сделать с помощью команды FDisk. И также это поэтапно. В результате выполнения заданий по лабораторной работы у нас обучающие смогут систематизировать и закрепить знания и умения, а преподаватели смогут оценить уровень подготовки обучающихся к самостоятельной работе и уровень практических навыков для участия в сдаче не только промежуточной аттестации, но и итоговой государственной аттестации. Таким образом мы приближаемся к решению основной задачи сделать методические материалы гибкими, информационными и актуальными. В настоящее время комплекс готовится к изданию в издательском центре IPL Media. И он будет издан в ближайший месяц. Также была получена положительная рецензия кафедры информатики и защиты информации во Владимирском государственном университете. У меня все. Я готов ответить на ваши вопросы. Будьте добры, покажите слайд с примером вот этот. Да, можно предыдущий даже лучше. У меня к вам вопрос. Вот вы говорите, что ваша задача – главное достижение гибкости. Гибкости в этих материалах. Как дело обстоит с актуализацией материалов? То есть, насколько у вас налажен процесс соответствия вот таких очень низкоуровневых технических знаний актуальному состоянию этого технического знания на сегодняшний момент. Расскажите, пожалуйста, как вы с этим работаете. А потом я кину вас тапком. А вы что имеете в виду? Актуальности? Это применяется в жизни или нет? Смотрите, поскольку вот здесь, в этом конкретном практике, идет речь об очень технической вещи, технические вещи имеют свойство потихонечку развиваться, иногда развиваться довольно быстро. В open source есть принципы release early, release often, там три релиза в год, вот это все. Я знаю, что есть проблема синхронизации образовательного контента, особенно вот такого низкоуровневого технического с актуальным состоянием технических средств в реал-лайфе. И это, пожалуй, главное, что нужно преследовать, когда вы говорите о гибкости, об актуальности, об этом всем. Вот что вы делаете на этот счет? Ну, про актуальность я могу сказать, что эти лабораторные работы только созданы, и они актуальны. Да, значит, теперь тапок. Информация, которую мы сейчас видим на экране, не актуальна уже 10 лет. И, как это сказать, я думаю, что вы не найдете компьютера, в котором используется МБР в современном мире. Вот, просто не найдете. Поэтому, в первую очередь, я призываю к тому, чтобы, когда вы вот такие материалы делаете, держать руку хотя бы, если не на пульсе, то хотя бы на информационном пространстве вокруг вас. В общем, если все остальные материалы настолько же актуальны, то то, что у вас выйдет книжка, что у вас в методик выйдет в 2023 году, это, в общем-то, причина для стыда, а не для гордости. Извините. Вот такой у меня большой и твердый тапок. Спасибо за критику. Не за что. Еще одно замечание. Окиньте взглядом этот слайд и переключитесь на последний. На самый последний? Окиньте взглядом. Или этот, да. Вот повернитесь просто. И теперь переключите на последний. На самый последний. Да. Разницу в считабельности и воспринимательности оценили? Вот 5-7 строк на слайд, вот больше не надо, пожалуйста. Мы когда сами вели конференции, мы это рассказывали заранее. Если вы хотите, чтобы вас увидели, это был тапок не в вас, то вы организации конференции. А можно вопрос по итогам? Получается, что вы рассказали про процесс, а вот что получилось-то в итоге? Научились ли, были ли какие-то школьники, собрана ли какая-то информация о том, что вот школьники попробовали, школьники повзаимодействовали, студентам понравилось, и школьники научились. И школьники мало того, что научились, они там установили, допустим, дома у себя это еще. Ну, этот лабораторный практикум, он тестировался, как я уже говорил, он тестировался в Уральском радиотехническом колледже, он в Московском индустриальном колледже и в Евгопинском университете. Они это все проделывали. А итог, как бы результат, это понятно. Вы опять же сказали про процесс. Я сказал, что про процесс мы все услышали. Результат? Ну, они научились, они стали ближе к компьютеру, к системам. Они увидели, как это можно сделать на Windows, как это можно сделать на системах SQL. То есть есть какая-то формальная обратная связь, которую вы не включили просто в презентацию? То есть есть табличка, опрашивали школьников? Что? Трудоустройство даже есть? Угу. Понятно. Спасибо. А вопросов больше нет? Все-таки. И демонстрация результатов, не только актуализация. Спасибо большое.